Камчатские рыбаки бьют тревогу. Россию ждет дефицит красной рыбы. И не потому, что мало ловят. Как раз с этим проблем нет. Заводы переполнены лососем. Проблема с транспортировкой. Высокие тарифы, неудобные квоты. А тут еще к саммиту АТЭС из соображений безопасности планируют закрыть все крупные порты Приморья. Данил Горчаков расскажет. На Камчатке в этом году, пожалуй, самая проблемная лососевая путина. Сначала красная рыба перепутала берега. Китую горбушу ждали на восточном побережье полуострова, а косяки пришли на западное. Лососей оказалось так много, что промысловые предприятия не в силах переработать этот объем. Путина 2012 года рыбаков западного побережья очень сильно порадовала. Я так думаю, она, наверное, их не радовала с 1998 года. Рыбы столько, что на самом деле наши рыбаки уже просто сидят на квоте и на береговые предприятия везут средств по потребности. Заводы забиты рыбой. Не успевают перерабатывать. Людей не хватает у них тоже. Где-то мощностей не хватает, где-то людей не хватает. Ну, у всех свои проблемы. Вроде как, понимаете, зимой и готовились все. А вот не получается. Только все это рыбное изобилие в этом году может остаться на Камчатке. Вывести рыбу с полуострова теперь почти невозможно. В прошлом году Росрыболовство объявило о начале регулярных поставок дешевого дальневосточного лосося в европейскую часть страны по Северному морскому пути. Было обещано, что килограмм камчатской горбуши в магазинах Петербурга, Москвы или, скажем, Пскова не будет стоить дороже 65 рублей. Этим летом эксперимент с транспортировкой красной рыбы через Арктику, похоже, провалился. Схема, которая использовалась удачно в прошлом году, это вывоз рыбы северно-морским путем. В этом году неприменимо по некоторым моментам. Мы пока не договорились по снижению тарифов на перевозку рыбы северно-морским путем. Напомню, что тарифы на перевозку рыбы гораздо выше, чем тарифы на перевозку нефти, леса. Причем эта разница достигает парадоксальных значений. Лес с Дальнего Востока в Архангельске или Мурманске ледоколы готовы проводить через Арктику примерно по 100 рублей за тонну. Нефть около 500. А за каждую тонну камчатского лосося атомщики требуют уже больше 1000 рублей. Я не совсем понимаю, по какой такой причине ледокольное сопровождение так различается. Ледокольное сопровождение леса ничем не отличается от ледокольного сопровождения рыбы. Атомфлот предложил снизить тариф на перевозку дальневосточной рыбы до 750 рублей за тонну. Но при этом камчатские рыбаки должны дать гарантию, что за навигацию по Севморпути отправят не меньше 100 тысяч тонн лосося. Но даже в условиях рекордной путины этим летом на Камчатке поймали только 75 тысяч тонн рыбы. Вывозить ее на материк будут по старой схеме. С первоморем до Владивостока или находки, потом рефрижераторами по железной дороге на запад. Камчатских рыбаков, которые сейчас не знают, куда девать пойманный лосось, в ближайшее время ждет еще один неприятный сюрприз к саммиту АТЭС. Будут закрыты из соображений безопасности все крупные порты Приморья. А значит, до российских потребителей свежая рыба с Камчатки, несмотря на обильную путину, в этом году вряд ли доберется. Между тем, место дальневосточного лосося даже на прилавках самого Дальнего Востока уже довольно давно и прочно занимает импортная семга из Норвегии. Данил Горчаков, Борис Андреянов, Пятый канал.